Всем привет! С вами Феликс. И в сегодняшнем ролике мы будем вместе с вами создавать промо-ролик для продвижения своих продуктов. Не секрет, что сейчас мало любят читать, в основном любят смотреть. Смотреть всякие ролики. И все то, что мы делаем, создавая именно в аффилиат-маркетинге в виде текстов разных, будь то сайт или блог, все это делается в конечном итоге для того, чтобы по возможности перевести потенциального клиента на ролик и через ролик, через видео убедить его купить тот продукт, который мы хотим. Этот метод, который мы сейчас будем с вами рассматривать, он очень простой. Я буду все показывать медленно, пошагово рассказывать. И, просмотрев до конца, вы убедитесь, что можно создавать такие ролики без всяких проблем, без всякого знания английского языка, поскольку все-таки англоязычный рынок – это платежеспособный рынок. И сможете с легкостью повторить все то, что я вам сейчас покажу. Для начала я вам покажу следующее. Вот смотрите, у нас есть вот пять таких кусочков бесплатного, совершенно легально используемого контента, то есть видеороликов, которые мы соединяем все вместе и получаем. Давайте посмотрим, что мы получаем. Вот давайте, вот смотрите, вот этот ролик, вот он беззвучный, без ничего, вот кусочек, вот такой парень сидит, что-то там высчитывает. Вот второй кусок, девушка считает деньги, звука никакого нету. Вот следующий кусок, это третий кусочек, это четвертый, это пятый, и все заканчивается вот таким вот роликом, где есть надписи, музыка, всякие сцены, которые призывают к действию. Живой ролик, без лишних слов, с маленькими кусочками, и это может сделать каждый, буквально каждый. И в конце призыв к действию, чтобы перешли по ссылке. Вот такая вот схема работы. Объединили пять кусочков в один кусок, добавили там текст, добавили музыку, и в конце ролика призвали перейти по ссылке и купить наш продукт. Итак, смотрите, по сценарию нам нужно несколько вещей, которые вот здесь у меня на этом листке бумажки написаны. Во-первых, нам нужна партнерская ссылка, которую каждый из вас может получить самостоятельно. И второе, что я вам советую всем, всегда сокращать вот эти уродливые ссылки в каком-нибудь сокращателе ссылок. Ну, для примера, вот мой продукт, на котором мы сегодня с вами будем, так сказать, делать ролик. Он посвящен подтяжке лица только методом, ну, йоги, назовем это так, безоперационно. То есть, этот метод позволяет пять минут в день заниматься какими-то упражнениями и подтянуть лицо, подтянуть второй подбородок. Сам вот этот сайт, вот этот продажник, он сделан очень бедно. Я специально подобрал такой сайт, на котором нету никакого видео, ничего, потому что, если есть видео на продажном сайте, мы можем кусочки оттуда тоже использовать. Но поскольку вот чистый, абсолютно без всего сайт, мы сейчас будем делать все с него. Ну, правда, здесь отзывы там и Синди Кроуфорд, и Эрик Робертс, но всякие знаменитости, которые пользовались этим методом. Тут и Квентин Тарантино, и Гиппоп. Ну, в общем, такие звезды отзываются об этом товаре, что, как говорится, в лишней рекламе не нуждается, но сейчас главное не это. Главное, что я получил ссылку в Кликбанке на этот продукт и сократил ее. Для этого можете использовать, еще раз повторяю, любой сокращатель ссылок. Вот, например, тюни URL, который неплохо справляется со своей работой, просто взяли эту ссылку, ставили сюда и скопировали, сократили, все. У вас есть вот эта главная часть, верхняя часть. Теперь это позакрываем. Следующее. Что нам надо сделать? Вот заголовок. Вот это заголовок, который будет у нашего видео. Вообще, любой продукт, вот это все вычеркните, мысленный из памяти, из ума. Запомните топ-5. Вот, бест, лучшая пятерка. И в окончании, уже в продолжении, вставляете именно то, допустим, топ-5 способов похудания, например, или топ-5 способов заработать деньги. У меня вон тот ролик был про заработок денег. Топ-5 и так далее. Аффимейшн, вот это слово, да, которое я здесь использовал, это утверждение в переводе значит, что 5 лучших утверждений о том, что лучше сделать натуральную подтяжку лица. То есть, это слово тоже можете и вы использовать, можете что-нибудь такое аналогичное. Логичное этому слову, но главное, топ-5 и продолжение. Вот, если вы посмотрите, вот здесь у меня в поиске написано, топ-5, говорящая в пользу того, что надо делать натуральную подтяжку лица. Вот, фейслифт, это подтяжка лица, ну и натуральная. И вот так вот ищите, вот среди всех этих выдач наиболее подходящие. Вот, как видите, вот это вот фиолетовое я посмотрел, там нету ничего. Здесь посмотрел, неподходящее. То есть, через переводчик смотрите, чтобы было все подходящее. И вот это вот, вот этот вот текст, который я вот перешел на него, вот он. Он более-менее там говорится про йогу, что типа с помощью йоги, да, сделать подтяжку лица. Ну, это, в принципе, то же самое, что и метод, о котором вот говорится в моем продукте. То есть, вам надо, конечно, сначала через переводчик и все такое изучить этот продукт. Именно как он действует и так далее. И вот проскролил, проскролил, вот вижу прямо по пунктам. Здесь, правда, не пять, здесь больше пунктов для чего. Здесь объясняется, почему йога лучше, чем хирургия и так далее. Но вот здесь вот эти булеты так называемые. Те, кто работал с Амазоном, они знают, что такое булеты. Вот здесь я из вот этих вот пунктов подобрал пятерку. Много не надо, пять, шесть максимум. То есть, у вас в ролике должно быть пять, шесть сцен именно таких. Ну, и начало, и конец. То есть, получится где-то семь сцен. Все вместе взятое. Через переводчик подбираете подходящие, вот как я сделал, вот, закинул сюда, посмотрел, закинул, посмотрел. Способствует правильному дыханию, там, мышечную память и так далее, и так далее. То есть, в принципе, общие слова, но то, что они хвалят, что именно так генерируете положительные эмоции, там, повышение уверенности и так далее. И в конце откройте для себя самый быстрый способ сделать свое красивое лицо. Вот оно. И ссылка в биографии. Схема вполне понятная. Здесь вот, в названии, это будет название ролика. Здесь как-то не обязательно, чтобы смыслово было все по порядку изложено. Вот, смотрите, топ-5 естественных афимаций для подтяжки лица без хирургического вмешательства. Ну, правда, здесь в конец перевода поставлено, вот, подтяжка лица поставлена где-то в конце. Вам главное вот это ключевое слово, что мы сейчас продвигаем про подтяжку лица, чтобы оно было в начале. Натуральная подтяжка лица. Пусть сам заголовок, он будет какой-то полукривой. Главное, чтобы чем ближе к началу ключевые вот слова в начале названия, тем лучше. И вот таким образом, значит, сделали вот это вот тело, буллеты с заголовком. Ну, и призыв к действию у меня написан. Все. То есть, сценарий ролика готов. Это тоже понятно. Теперь, давайте позакрываем вот это и это и переводчики. Теперь, следующая часть. Где нам брать эти кусочки? Видео или очень часто, в принципе, оно без проблем, используются просто картинки. Просто картинки. Есть вот такой сайт, как Pixels. Все ссылки я выложу в описании. Вы развернете описание под роликом. И все ссылочки на эти сайты, которые я сейчас упоминаю, будут в описании к ролику. И вот на этом, значит, сайте Pixels вы вбиваете слово Face, лицо, потому что сам ролик посвящен лицу. И через поиск вы можете просто фото выбрать. Вот он. Можете выбрать видео, чтобы вам вот здесь показывались всякие кусочки видео. Они не лицензированы. Их можно спокойно использовать для своих целей. Вот, например, женщина в возрасте. Правда, лицо у нее не подтянутое. Но в любом случае, допустим, можно начать с нее, например. Вот как у вас уже в голове должен сложиться какой-то сценарий. Начать с нее и закончить какой-нибудь счастливым лицом. То есть, надо все это подобрать. Если видео нету подходящего, фотографии всегда есть. Фотографии всегда есть. Можно использовать их через фото. Вот, посмотрите. Я, например, подобрал. Вот кусочек. Оно пусть загружается. Сейчас много вкладочек открыто. Вот кусочек с лицом. Видите, да, это видео. Оно идет. Вот кусочек другой, тоже видео. То есть, пять кусочков разных видео я подобрал. Вот девушка ухаживает за лицом. И так далее. То есть, вот эти пять кусочков я подобрал. Теперь их надо скачать. Скачивается все очень просто. Вы прямо, как у вас задуман сценарий, так и можете скачивать. Просто вот кликайте в Free Download. Здесь, если хотите, можете задонатить создателю. Если нет, так нет. И просто там 11, допустим, сохранить. Следующий ролик. Лучше, конечно, перед тем, как все это скачивать, в уме сложить сцены, как они будут по порядку, и их скачивать. Сейчас я поставлю на паузу, скачаю все и потом продолжу. Итак, мы скачали вот пять кусочков роликов разных. Они все без звука. Вот можете посмотреть. Они все беззвучные. Вот так вот их несколько штук. Вот их я буду использовать. Ну и, конечно, я их выставил в таком порядке. Вот и в конце счастливое, улыбающееся лицо. То есть, чтобы оно было как-то сценарно, приятно. Теперь мы переходим на сайт Canva. И здесь в поиске вбиваем Mobile Video. Вот у меня уже было. То есть, видео под мобильным. Почему мы делаем именно видео под мобильным? Потому что мы будем размещать этот ролик в YouTube шортах, коротких YouTube видео. Будем размещать на TikTok тот же самый ролик. Будем размещать на Instagram и вообще где хотите. Почему мы пишем LinkedIn Bio, да, вот ссылка в биографии. Вот это называется Bio, биография. Здесь вот ссылка, по которой перейдут. Вот ссылка, по которой перейдут. Вот, кстати, у меня тот ролик пробный здесь закинут. Так что вот для этого мы делаем вот эти видео. Pinterest можно во всякие другие места, вот где сейчас модно именно, чтобы видео размещать и продвигаться. Оно все идет под мобильный. Лучше делать через мобильный. Поэтому вот мы выбираем мобайл видео. И здесь всякие разные есть пресеты уже подготовленные. В принципе, они нам по большому счету не нужны. Вот то, что тут есть. Можно выбирать любое. Вот с улыбкой то, что мне нравится. Вот видите, здесь, не знаю, вам видно или нет. Вот здесь улыбающийся человечек. Давайте будем использовать вот эту вот картинку. Теперь мы взяли вот это за основу. Сразу убираем то, что там сзади есть нарисовано. Вот кликнули сюда и в корзину. Все, убрали. Это нам не надо. Это тоже не надо. Вот ничего, все, что здесь есть, все в корзину. Все, оставляем чистое полотно. Оставляем чистое полотно и делаем ему background. То есть, именно фон. Фон сделаем. Пусть будет вот такого зеленого цвета. Он мне нравится. Вот зеленый цвет, он как-то приятно смотрится. Хотя его не всегда будет видно. Сделаем, вот смотрите, улыбочку чуть побольше. И разместим ее по центру, пусть будет сверху. Вот улыбка. То есть, у нас начинается видео с этого кадра. Теперь сюда нам надо добавить текст. Вот в левой колонке. Кликаем по тексту. Вот он сюда вставился текст. И теперь просто, поскольку у нас все это подготовлено, просто копируем вот этот заголовок. Скопировали, вставили сюда, вставить. Вот у нас получился этот текст. Мы его можем вверх передвинуть, вниз передвинуть, отцентровать и все такое. То есть, это все в наших руках. Чтобы смотрелось красиво, вот мы выделяем этот текст. Переходим в эффекты. Вот эффекты. И делаем ему подсветку. Вот он встал на желтом фоне. Желтое с зеленым смотрится хорошо. И сверху улыбочка. Вот наше вступление. Две секунды. Дальше, смотрите, вот здесь есть плюсик. Так, мы добавляем сюда раз, два, три, четыре, пять. Вот у нас пять основных сцен, да, вот эти короткие ролики. И завершающую. Шесть. Шесть сцен мы сюда добавили. Вот это наше первое. Теперь нам надо сделать вторую. Вот зеленый фон без ничего. Смотрите, что мы делаем. Мы вот здесь загрузить. Вот upload. Загрузить. Загрузить файлы. Вот здесь. И выбираем все то, что мы только что скачали. Вот эти пять роликов. Вот раз, два, три, четыре, пять. Мы скачали и загружаем их все сюда. Сейчас они вот появятся в разделе видео. Сейчас они пусть все подзагрузятся. Половина еще не загрузилась. Но надо время. И главное, самый первый загружается долго. И вот смотрите. Нам сейчас первая сцена. Мы уже там решили, да, с вами, что это у нас будет первая сцена. Вот кликаем сюда. Сцена перешла вот сюда. Это не то. Почему-то не та сцена перешла. Так, 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 так. Вот она. Вот эта сцена нам нужна. Как видите, она не в размере. Вот подгоняем под размер. Подгоняем, чтобы эта зеленая все перекрылась. Вот так. Вот так. Можем даже побольше сделать, выйти за пределы. Ну, это уже, смотрите, это все зависит от качества самого ролика. Если вам надо, можете сделать его большим. Теперь смотрите. Здесь, вот здесь, на этой шкале, видите, он здесь показывает, что этот ролик, он 13 секунд. Вот видите, 13 секунд. Это слишком долго, нам не надо. Поэтому вот цепляем вот здесь и уменьшаем его секунд. Шесть вполне достаточно. Помните, что весь ролик у нас должен быть до минуты. То есть сцены рассчитываются так, чтобы ролик был не слишком длинный. Он не нужен, чтобы был длинный. Теперь сюда добавляем текст. Переходим в тексты. Добавляем текст. Вот он сюда добавился. Текст передвигаем в такое место, чтобы не мешал, ну, лицу, да, чтобы лицо было видно. Чтобы он не перекрывал то, что не надо. И опять взяли, вот первое наше буллет, так сказать, скопировали. Вставили сюда. Вставили сюда. Вот оно здесь вставилось. Теперь смотрите. Если вдруг что-то или большое, или там вам надо поменять, или что-то такое, вы можете за эти края, просто у меня сейчас подрагивает вот этот. Так, минутку. Сейчас я отключу свой грамм. Потому что он тоже тут. Вот так вот взяли его и сделали. Сейчас мы делаем эффект подсветки. Вот этот. Цвет надо поменять. Цвет, почему он стал черным, а не тот, который мы хотели? Потому что буквы у нас не черные. Буквы, значит, делаем их черными. Буквы сделали черными. И подсветка сейчас будет уже желтая. Вот видите. Теперь смотрите. Есть, можно сделать и другой эффект. Давайте я попробую как-то его вот так вот за краешек и чуть-чуть подвину. Подвинуть. Вот так вот пусть будет. Вот так. То есть не бойтесь. Вы можете его менять как хотите. Теперь этот текст можно анимировать. Можно, если хотите, вот видите, вот animate. Вот кликнуть сюда и здесь видите, вот он пришел, ушел. Вот сбоку. Вот он как-то развернулся. Вот он сбоку опять же как-то, видите, наплывает как-то. То есть и ушел. Вы вот так вот посмотрели. То, что вам нравится, то и оставят. Допустим, пусть будет вот этот. Вот так вот. Блумб и все. И я его чуть-чуть все-таки хочу уменьшить. Вот так вот. Вот так вот пусть будет. Вот так. Окей. Окей. Теперь следующая сцена. Она 5 секунд сейчас выставлена. Опять. Значит, переходим к загрузкам. Загрузка. Берем уже следующую сцену. Следующая сцена у нас вот эта, пусть и будет девушка, которая ухаживает за своим лицом. Опять же, растянули ее. Вот так сделали короче ролик, чтобы он был 5-6 секунд. Вон, видите, черненьким показывает. Ну, пусть будет 5,5 секунд. Вот так. И сюда, значит, вставляем текст. Опять же, текст. Опять же, переходим сюда. Берем следующее. Копируем. И вставить. Все очень просто. Все очень просто. Ничего сложного. Эффекты. Подсветка. Она стала желтая. Взяли, убрали. Видите, наверх не получается, а вниз можно. Чтоб лицо не перекрывалось, ничего. Ножки ей перекрывает. Ну, ничего страшного. Вот следующая сцена. 5 секунд. Следующая сцена. Опять же, смотрите. Вы можете какой-то эффект, если мы там использовали вот это. Ну, пусть будет везде один и тот же эффект. Чтобы была какая-то логика во всем этом. Опять переходим на видео. Значит, у нас там следующая сцена. вот эта девушка, которая с удивлением открывает глаза. и видит, что ее лицо похорошело. Вот так. То есть, когда делаешь ролик, надо как-то сценарий себе представить. Опять же, сюда берем, уже вставляем следующее. Тем более здесь про глаза есть, что убираются вот эти тени под глазами. То есть, ребята и девчата, постарайтесь как-то, чтобы все это соответствовало сценарно тому, о чем... То есть, вот эти сцены, чтобы они соответствовали тому, о чем идет речь. Вот нету теней под глазами, да, вот это выражение. Шесть, шесть с чем-то секунд. Сама сцена недолгая. Ну, пусть будет шесть, чтобы уже... Дальше. Идем в следующая сцена. Следующая сцена у нас вот эта женщина, которая с удивлением смотрит на преобразовавшееся лицо вон той девушки, да. Вот так, пусть будет чуть поменьше. Передвиню вот так. Вот так, да, пусть будет. Вот так. Угу. Уменьшаем время. Нам не надо этот ролик где-то на 20 секунд. Он нам не нужен. Так, текст. Опять же тоже. Можно любой шрифт тут выбирать. Без разницы. Подвинем его вверх. Давайте. Вот этот текст вставим. Копировать, вставить. Делаем, значит, эффект желтый. Желтый и убираем его вверх, чтобы лицо не перекрывалось. Хорошо. Следующая сцена у нас 5 секунд. Здесь на таймере все видно, что, сколько длится. Сейчас 5 секунд. Может, я сейчас ставлю ролик, а он будет длиться дольше. Вот видите, растянулось аж 10 секунд. Так что, здесь придется уже сокращать. Вот так вот прям за уголки берем и заполняем вот это зеленое поле, чтобы его не было видно. Вот так вот так уменьшаем здесь время. Опять же, где-то 6 секунд, 6 с чем-то. Сюда вставляем текст. С 6 булета, так сказать. Вставить эффект подсветка. Она черная, значит, буквы надо поменять на черные, чтобы оно везде было одинаково. Вот так, теперь эффекты выбираем. То же самое и все. Теперь смотрите, передвигаем ее вниз. Тем более, пирог нам не очень нужен. Можем этот пирог вообще скрыть. Можем вот так вот сделать, вот так. Позитивные эмоции. Можем вот так вот сделать, чтобы пирог был видно. И девушка не перекрывалась. Лицо. Так. Здесь плохо схватывается. Вот так. Если видите, что, ну, как хотите, не получается, да? Вот смотрите. У меня вот не получается, чтобы оно все вместилось. Оно буквами уходит. Форму удовлетворяет вот это, а вмещения нет. Вот смотрите. Можно уменьшить или увеличить шрифт. Вот я чуть-чуть уменьшаю шрифт. И все. У меня все умещается. Вот так. По центру. Вот так. Все. Генерируйте позитивные эмоции. Ну и в конце, самый последний. Это уже просто, просто призыв к действию. Вот так вот копируем вот это сначала. Текст. Вставляем текст. Эффект. Желтенький. Его наверх. Еще раз сюда добавляем текст. А это уже у нас будет призыв к действию, так называемый. То есть, link in bio. То призыв к действию. А здесь мы говорим нашим уважаемым посетителям, что у нас в био есть ссылочка. Все. Теперь смотрите. У нас готов сам ролик. Мы его можем посмотреть. Сейчас до конца дойдет. И он начнет прямо сначала. Вот смотрите. Мы смотрим ролик. Ну, пять секунд здесь можно, наверное, чуть уменьшить. То есть, вы уже можете просмотреть то, что вы проделали. Все нормально. Идет, идет, идет там ролик. Одним словом, будем считать, что все нормально. Я уже сейчас не буду все тут показывать и анализировать. То есть, вы увидели, что вы просмотрели. Все вас удовлетворяет. Теперь сюда надо добавить аудио. Вот в левой колонке есть аудио. Выбираете аудио. И здесь всякие мелодии. Тоже бесплатные. Можете их использовать без всяких нарушений. То есть, нарушения не будет. Вот надо просто взять этот ролик. Вот он. Поскольку у нас передвинулось посередине. Вот надо взять его и передвинуть. Передвинуть самое начало. Вот передвинули в начало и растянули. Тянули на длину ролика. Вот так. Чтоб эта мелодия повторялась. И сейчас я, честно говоря, не знаю, включен или нет звуки. Звуки системные. Но, наверное, вы услышите. Ну, все. Больше не будем слушать. Все. Ролик готов. Что нам остается? Вот он общей продолжительностью. 39,9 секунд. Нормально. 40 секунд. До минуты. Можно делать и длинные. Но для коротких роликов это нормальный хронометраж. Дальше. Кликаем Share. И здесь кликаем Download. Сохраняем в формате MP4 видео. Download. И начинается вот здесь идет шкала загрузки. Все. Промо ролик готов. Если вы будете это делать там в день один раз, через неделю, вы такие ролики будете клепать, как горячие пирожки. Сейчас все это у меня идет замедленно. Потому что с одной стороны я вам объясняю. С другой стороны у меня работает Камтазия. Она грузит ноутбук. Поэтому все на первый взгляд получается медленно. Но сам этот процесс, начиная от самого начала, начиная от самого начала и заканчивая самим изготовлением ролика, он длится минут 15-20, пусть будет полчаса. И теперь пока не уходите, потому что я вам покажу, как подбирать ключевые слова для того, чтобы это все продвигалось. Вот сохраняем этот ролик. Он сохранился на компьютере. И что очень важно, вот это вот название копируем. Сейчас он там сохранился под другим названием. Сразу же, как только ролик сохранился, вот он. Вот это сумма этих пяти роликов. Правый клик, переименовать и вставляем название, которое мы изначально для него выбрали. Теперь, ну думаю, может чуть-чуть его посмотрим. Недолго. Вот он в готовом состоянии. Ну и все. Счастливые лица с красивым выражением лица и так далее. Теперь смотрите. Есть такое расширение. Keyword anywhere. И для поиска ключевых слов мы используем именно это расширение. Вот смотрите. Вот это расширение у меня вот здесь. Вот оно такое черное, некрасивое. Оно установлено в хроме. Я вам, опять же повторяю, ссылочку на это расширение скину. У нее есть платный вариант, но бесплатного нам вполне хватает. Вот в поиске YouTube мы пишем смысл нашего ролика. Фейслифт. Подтяжка лица. И нам выдает всякие ролики. Естественно, тут надо выставить по числу просмотров. То есть самые популярные ролики, которые смотрятся под этим ключевым словом, мы выставляем по числу просмотров. Но шорты нам не подходят, потому что шортов не вытягиваются кейворды. Ключевики не вытягиваются. Здесь, как вы видите, уже кое-что, вот самое основное, вот этот инструмент, вот он справа, он вытянул ключевые слова. Но опять же, мы здесь переходим на самые, те, которые больше всего просматривались. Ну, то китайцев мы не берем, они нам не нужны. Здесь вот другая женщина тоже рассказывает про подтяжку лица. Надо запустить, чтобы инструмент заработал. Сейчас обновляем страницу. И вот этот вот расширение нам тут вытянет ключевые слова с этого ролика, который смотрелся довольно-таки много раз, приятно смотрелся. Приличное число раз. И то же самое и вот на этом видео. Вот видите, здесь вот вытянуло уже ключевые слова. Все это вытянуто. Здесь почему-то с этой девушкой не хочет. Еще раз. Давайте. Обновим страницу. Ну, то есть, когда мы загружаем ролик на YouTube, вот здесь просто копируем вот эти слова, теги и вставляем к себе под ролик. Или вот здесь можно скопировать. Вот кликаешь сюда, и он копирует сразу все эти теги. Ну, правда, здесь уже надо смотреть, вот, например, вот эти китайские иероглифы. Исключить из всего этого. Ну, что ж ты будешь делать, а? Не хочет и все. Ну, в принципе, вы поняли, увидели, да? Вот вытягиваются ключевые слова, и их можно использовать для своего ролика. Также, смотрите, здесь вам надо будет в ролике делать описание. Вот кликайте сюда, и вот здесь, видите, довольно-таки приличное описание про подтяжку лица. Разворачиваете вот это описание. Естественно, ее ссылочки нам не нужны. А вот этот вот текст, вот смотрите, для того, чтобы поставить в наш ролик. Копируем этот текст и переходим к следующему инструменту, который называется парафразинг-тул. То есть инструмент перефразирования. То есть, чтобы у нас не было один в один то же самое описание, как у этой девушки. Вот здесь, например, вот где есть. Здесь описание сплошные ссылки, оно нам не подходит. То есть, под одним, двумя, тремя, под каким-нибудь хорошим видео вы найдете хорошее описание. Значит, скопировали, вставили сюда. Кликнули, что вы не робот. И кликнули, что перефразируй. Смотрите, здесь нам особо не надо, чтобы текст был, типа, по смыслу, опять-таки, все, чтобы было один друг за другом. Потому что YouTube будет ориентироваться на вот эти ключевые слова. Ведь здесь вот зеленым то, что они вроде перефразировали с этого описания. Перефразировано вот здесь. Кликаем копий. И уже в последующем вставляем под наш ролик, который мы загрузили себе на YouTube. Загрузили куда, загрузили туда и загрузили. То есть, у нас будет еще и описание. То есть, SEO, так называемое, для поисков, будет нормально. Вот и весь процесс от начала до конца. Как создать, как сделать, как установить хорошие ключевые слова. Ну, а то, как загрузить ролик на YouTube, я показывать не буду. Потому что, ну, это уже отдельно большой урок. И таких роликов полно. Полно на YouTube. Можете посмотреть и без труда загрузить себе. Ну, вот и, пожалуй, на этом все. Спасибо, что досидели до конца. Ну, оно, надеюсь, того стоило. На этом буду заканчивать. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.